Привет, друзья! Вы на канале Рыбакит, с вами Папа, который рисует, и сегодня я нарисую голубя. Нарисуем его просто маркером. Он называется Ютуб Голубь. А рисуем голубя, конечно, я начинаю с крылышка. Мне кажется, легче всего нарисовать крылышко. И я нарисую очень простого голубя, такого, как я рисовал когда-то, когда мне было годы четыре. И я помню, в детском садике меня в группе в средней разбудили и сказали «Пожалуйста, вставай, сегодня ты можешь не спать, в обед». Мы всегда в обед спали. И ты должен нам нарисовать плакат голубя, голубя мира. И я такой подумал, блин, классно, что меня разбудили, что, конечно, не надо спать, но придется рисовать голубя. И уже тогда я довольно хорошо рисовал голубей, и, в общем-то, я нарисовал им голубя быстро. Я уже нарисовал крылышки моему голубю, голову, грудку. Теперь я рисую в клюве ему небольшую веточку, которую он несет, вот такую. Голуби часто вносят веточки всякие разные в клюве. Я это нарисовал. И тогда я тоже, я помню, так же и нарисовал. Мне тоже это очень понравилось. А срисовывал, мне кажется, я с плакатов или где-то я видел это, или по телевизору. Теперь рисуем глазик. И осталось только нарисовать хвостик. Хвостик нашему голубю обязательно нужен. Нарисуем его такой вот нежный. И попробуем его так сделать, чтобы он был похож на голубиный хвостик такой. Немножко исказался. И, конечно же, две маленькие ножички, которые он сложил и летит. Закончили рисовать, теперь мы его раскрасим. Раскрашиваю я все масляной пастелью. Это очень простой материал. Любой ребенок и взрослый может пользоваться. Это такие мелкие. Они совершенно не пачкаются и легко наносятся. И очень яркие рисунки получаются. А пока я раскрашиваю, все я раскрашиваю голубым, я расскажу, почему я взялся рисовать такого ютуб-голубя. Так получается, что я с детства рисую. И я везде рисовал. И по работе я теперь рисую. Везде я рисую. И я вижу, что многие на ютубе тоже рисуют голубей и другие рисунки. Я часто смотрю, как рисуют другие ребята и взрослые на ютубе. Мне это нравится смотреть. Но я знаю, что многие и дети, и взрослые хотели бы рисовать. Но почему-то не рисуют. Или им не хватает смелости. Или они думают, что у них не получится. Или в школе их как-то не очень к этому привлекали. Мне хочется, чтобы они смогли это делать. И из-за этого я и рисую такого голубя. Я хочу вас подтолкнуть к тому, что вы можете рисовать. И я хочу позвать всех других ребят, которые рисуют на ютубе или вообще рисуют. Рисуйте такого голубя. Называйте его YouTube-голубь. И о вас узнают тоже другие ребята, которые просто будут набивать это в поисковике, искать и смотреть, как разные люди рисуют таких голубей. Можно рисовать по-другому. Мне хочется, чтобы каждый рисовал своего голубя личного, как у него получится. Неважно, черный он будет, белый, такой злюка, как робот-голубь. Или такой няшный, как плюшковый голубь. Не знаю, по-разному. Или цыпленок-голубь может быть. В общем-то, рисуйте, ребята. Мне хочется всегда подтолкнуть всех к тому, чтобы не только смотрели, а рисовали. И это самая сложная проблема YouTube-рисования, мне кажется, когда просто ребята начинают смотреть, особенно молодые или взрослые тоже. Они посмотрят, а рисовать не рисуют. Они вот как бы посмотрели, уже им хорошо. Они видели, как это происходит. Вот как здорово люди рисуют. Отлично, все хорошо. Нужно похвалить, порадоваться. А сами этого не делают. И мне это немножко обидно. В общем-то, я закончил своего голубя. Ребят, я призываю вас не только смотреть, но и рисовать. YouTube-голубь. Рыба-кит-папа рисует. И до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова